Всем привет, ребят! Вы на канале Мэри Геймс, и я хочу начать проходить истории из игры «Однажды». И начать проходить я хочу с истории «Смайленд». Очень странные дела происходят в городском парке аттракционов. Глава первая. Новая работа. Ты выпускница, и тебе предстоит самое яркое лето в твоей жизни. Будет ли оно счастливым и безоблачным? Какие преграды встретят тебя на пути? Глава первая. Новая работа. История скоро начнется. Для начала выбери себе прическу. Ой, мне нравятся вот это. Длинные роскошные рыжие волосы. Этот образ прекрасен. А нам предлагают назвать ее Александрой. Пусть будет так. Однажды ранним утром ты проснулась от телефонного звонка. Кто может звонить в такую рамь? Конечно же, Аня, твоя лучшая подруга. Алло. Привет. Как все прошло? Что прошло? Ты о чем? О твоем вчерашнем свидании с Витей. Ань, я тебе и так все рассказала бы. Зачем звонить с утра пораньше? Да я же умираю от любопытства. Сегодня Витя с самого утра ходит довольный. У вас что-то было? Все было волшебно. Мы ходили в кино, катались на роликах в парке. Представляешь, я упала, подвернула ногу, и Витя нес меня на руках. Вот бы и мне такой романтики. Теперь у меня ее будет еще больше. Я уволилась из кафе. Сможем видеться с Витей чаще. Хочешь видеться с ним каждый день? Конечно. Тогда у меня есть отличная новость. У нас в парке появилась вакансия. Если хочешь, могу замолвить за тебя словечко. Будешь работать рядом с любимым парнем и лучшей подругой. Было бы здорово. В общем, сообщай родителям, что ты больше не официантка. И готовься к новой работе. Круто. Пойду поговорю с родителями. Пока. Пока-пока. Ты положила трубку и пошла в гостиную. Родители уже проснулись. Как им удается вставать так рано? Вы посмотрите, кто заизволил встать. День натворя, а ты все спишь. Пап, сейчас восемь утра. Если бы я в твои годы спал допоздна, то... То никогда не стал бы директором крупной компании. Я все это знаю, пап. Так всегда. Утро начинается с нравоучений. У папы опять плохое настроение. Пап, мне нужно с тобой поговорить. Я хочу устроиться на новую работу. Почему? Кафе закрылось? От вашего выбора зависит развитие сюжета. Сделайте ваш первый выбор. Папа вряд ли одобрит мою новую работу. Но я все равно скажу правду. Нет. Эээ... Я уволилась. Ну, наконец-то. Моя дочь теперь не будет. Принеси подай, иди отсюда. Не мешай. Я устрою тебя к нам в ферму. Нам нужен помощник секретаря. Спасибо, но я уже подыскала себе новое место. Где? В Смайленде. В парке развлечений? Ты с ума сошла? Оля, иди послушай, что несет твоя дочь. Там хороший график. И зарплата отличная. Можете не давать мне карманных денег все лето. Исключено. В этом парке пропал без вести твой брат. Я помню, папа. Это же я посадила Диму на колесо обозрения, с которого он не вернулся. Но нельзя жить прошлым. Я думаю, нет ничего плохого в этой работе. Оля, помолчи. Ты вообще слышала, что в этом парке происходит? Там до сих пор пропадают дети. Случай с нашим Димой не единственный. Я уверена, когда-нибудь мы докопаемся до истины. Полиция давно ничего не расследует. Я не хочу, чтобы у меня пропал еще один ребенок. Я никуда не пропаду. Обещаю. Нет, я тебе запрещаю. Никаких парков. Но... И это не обсуждается. Выборы могут влиять на отношения с персонажами. Сейчас от твоего выбора зависит, как будут развиваться отношения с папой. Папа, как всегда, строг со мной. Пожалуй, стоит спокойно уйти. Папа, я не хочу с тобой ссориться. Но я считаю, что ты не прав. Ты спокойно идешь в свою комнату. Слышишь, как папа говорит тебе вдогонку. Не обижайся. Я же хочу сделать для тебя как лучше. Для меня лучше, когда меня слушают и пытаются понять. Тебе очень хочется выговориться. Решаешь позвонить своему парню Вите. Уж он точно выслушает, поймет и успокоит. Алло. О, какой милый молодой человек. Мне очень нравится. Привет. Ты сейчас занят? Я на работе. Что-то случилось? Да, мне срочно нужно поговорить с тобой. Я тоже очень хочу тебя увидеть. У меня скоро обеденный перерыв. Приезжай в Смайленд. Да, скоро буду. До встречи. Он просто чудо. Осталось только выбрать сногсшибательный наряд для этого свидания. Сейчас надо выбрать одежду, подходящую к случаю. Твое решение повлияет на развитие сюжета и на отношения с персонажами. Ого. Одежда влияет? На все это. Великолепное платье. Витя будет сражен. Удобный повседневный наряд. И скромное платье. Ну, пожалуй, раз оно может повлиять, значит, я возьму великолепное платье. Оно стоит 10 алмазов. У меня давно установлена эта игра, и я смогла поднакопить немного этих самых алмазиков. cheap. Прекрасное платье. С самого утра идешь на свидание с Виктором? Да, он меня уже ждет. Пока, мама. Пока. Ты выбежала из дома, поймала такси и поехала в парк. У входа в Смайленд тебя уже ждал Витя Привет Как я рада его видеть Нужно поцеловать Об этом поцелуе я мечтал всё утро Мне показалось, ты очень расстроена Да, у меня проблемы Мы же пара, давай решим их вместе Но с такой кислой миной, как у тебя, ничего не выйдет У меня для тебя небольшой презент Надеюсь, он тебя порадует Витя достает из-за спины воздушный шар и дарит его тебе Как это мило, принять подарок Ой, как неожиданно и приятно, спасибо Вить, ну сколько можно, мне не справиться одной Алина, всем бочкам затычка, постоянно ко всем клеится О, и ты здесь, Александра Я тебя сразу не заметила Алина Ты что тут забыла? Ну, это же очевидно, что она тоже здесь работает Здесь Ты что тут забыла? Я тут работаю, как раз сегодня нас поставили в смену с Витей Наконец-то рядом с ним будет девушка, достойная его Ну, здрасте, приехали, а я? Странно, очень странно Почему это? Помню, как на выпускном тебе вручали золотую медаль и пели дифирамбы Неужели папочкиных денег хватило только на это? На нормальную работу устроить не смогли? Ты из зависти чушь несешь Никакой зависти, только жалость Обидно, когда лучшие ученицы школы не памятник ставят, а вручают тряпку и ведро Александра, ты что-то хотела обсудить? Я хотела сказать, что тоже буду работать здесь Серьезно, ты? Работать здесь? Знаешь, тут кофе не разливают и в переднички ходить нельзя Надо же, не знала Спасибо, что предупредила Здорово, твой папа разрешил? Неловкий вопрос, надо сказать правду Здесь все сложно Что случилось? Он считает, что это недостойная работа Будет сложно убедить его в обратном Я уверен, у тебя все получится Он еще будет тобой гордиться Спасибо, что поддерживаешь меня Молодой человек, вам пора бы заняться работой Иди помой аттракционы Хали Гали и Паратрупер Вот тебе ведро, швапру сам найдешь Уже иду Александра, это Владимир, мой начальник Я побежал работать, позвоню тебе вечером Виктор ушел работать А вот Алина, кажется, хочет что-то тебе сказать Прекрасный лук Гораздо ярче владелицы Что Витя в тебе нашел Ты живое подтверждение тому, что внешность не главное Некоторые выборы премиальные За ними скрываются эксклюзивные сцены И премиальные возможности Премиальные выборы требуют алмазов Вот же Хамка Я подумала и решила Поставить ее на место Со вкусом у меня все в порядке В отличие от тебя я не выгляжу как дешевка А ты свое платье где нарыла? Мне мама подарила Аааа, понятно Ты у мамы секонд-хенд Не тебе говорить про секонд-хенд Твой отец в подчинении у моей матери Стоит мне слово сказать, его сразу же уволят Вот напугала Скажи мне, каково это быть дочкой успешных родителей А работать в парке? И что? Тебя заранее готовят к работе поломойкой, что ли? Признай, наследство тебе точно не достанется Умом не вышло Что? Что ты несешь? Ты только и можешь гордиться своей мамочкой И дорогими нарядами Потому что сама ты пустышка Ты торопилась на работу Не пора ли? Я... я должна идти Голос Алины дрожал Иди, иди Там Вите как раз швабра нужна Алина убежала, скрывая слезы На мой взгляд, они обе стервы Еще те Ого, как же приятно утереть нос этой зазнайки Раз уж пришла сюда Надо и Аню найти Повидаться с подругой Идя по парку Ты рассматривала аттракционы и прохожих Вдруг тебя окрикнули Девушка, это не вы обронили кошелек? Точно, это мой Спасибо большое Странно Я положила кошелек в сумочку Как он мог выпасть? Края муха слышал Что вы собираетесь тут работать? Очень надеюсь на это И не боитесь? Странный вопрос Чего здесь бояться? Много чего Некоторые у нас на следующий день увольнялись Вот вы смелая? Да И даже рассказы о пропавших детях вас не пугают? Время страшных историй Очень хочется Поинтересоваться И кто здесь пропал? Год назад Две сестры-близняшки Пошли гулять в наш парк Вечером они не вернулись домой Родители бросились их искать Всю округу на уши подняли Три дня полиция, волонтеры, родственники Прочесывали наш парк Каждый угол тут осмотрели Каждый аттракцион Каждый подвал Даже на колесе обозрения Все кабинки проверили Никого так и не нашли А через месяц я убирался в подвале Рядом с колесом обозрения Нашел медведя плюшевого Ну, думал, кто-то из деток оставил Отдал в бюро находок Никто его не забирал Пока мать-близняша к нам не зашла Увидела этого медведя И давай плакать Говорит, это дочек игрушка Они ее с собой в Смайленд взяли Просила отдать ее Мы, конечно, отдали Тем же вечером женщину дома Нашли без дыхания В обнимку с этим медведем Жуть какая Я много всяких историй знаю Захочешь послушать, найди меня Все расскажу про этот парк Хорошо Спасибо вам за кошелек еще раз Какой странный Блин, совсем забыла про Аню Из-за рассказов этого чудика Пройдя еще немного Ты увидела Аню Она продавала сахарную вату Привет Ты что тут делаешь? Пришла на работу устраиваться? Если бы Я не смогла уговорить папу Тебе надо постараться Тут интересные вещи происходят Ты о чем? Сначала Ответь на вопрос У тебя с Витей все серьезно? Сложный вопрос Стоит сказать Конечно Мне никто не нужен Кроме Вити А вот ему кажется Нужен еще кто-то В смысле? Сегодня Алина на работу вышла Ее поставили работать вместе с Витей Как жаль Витю Ему работать с этой мымрой Ну не знаю, не знаю Ведь я сам попросил Чтобы ее поставили к нему в смену Что? Я сама удивилась Ходит вокруг нее кругами Но это же не правда Правда, правда Говорит, что работать с красоткой в паре Всегда веселее Что мне теперь делать? Устройся сюда работать Сможешь держать Витю на коротком поводке И приглядывать за Алиной Как у вас тут работать? Одни чудики кругом Ты о ком? Ко мне подошел какой-то мужчина И начал рассказывать про всякие странности Что за мужчина? Кажется, он дворник А, это Андрей Местный сумасшедший Вечно ходит и бурчит себе под нос Мне он историю рассказал страшную Таких историй у него вагон Насмотрится Рэм ТВ И потом пересказывает Ого, какие тут люди Опять Паша Сейчас начнет приставать Со своими тупыми подкатами Как же я надеялась Что после школы его не увижу А тебе что здесь нужно? Не мог пройти мимо двух закадычных подружек Лучше все-таки пройди Да ладно тебе Сахарная вата, которую ты мне сегодня накрутила Была такой сладкой Я надеялся получить еще и сладкий поцелуй Вот ты наглец Где тут наглость? Сплошные комплименты Странное у тебя понятие о комплиментах А ты чего бесишься? Могла бы быть повежливее С тобой ни за что Ты нас достал своими подколами Паша, отстань от нас, а? Дай с подругой поговорить Ну да, Витька, наверное, нашел собеседника получше И у этого собеседника глаза побольше Как же бесит эти шуточки Надо подколоть Паш, а ты до сих пор девушку не нашел, да? Это тут при чем? Да у тебя все разговоры только о груди Ты математику сдал только потому, что там были задачи про размеры и окружности Ха-ха, очень смешной человек анекдот Из-за твоего чувства юмора Витя к Алине и подкатывает Паша, хватит чушь нести Александра, ну ты смотри, если он тебя бросит, я свободен Как в старом мультике говорилось Я мужчина в самом расцвете сил Ты идиот в самом расцвете сил Может тебе пойти уже куда подальше Понял, сваливаю Чао, девочки Чем больше мускулы, тем меньше мозгов Где бы мне взять мозги, чтобы додуматься, как уговорить родителей Попробуй уговорить сначала маму Она добрая, она тебя поймет Ты права Маму уговорить проще Я пойду работать Владимир опять бездельников высматривает Надеюсь, что завтра увидимся После разговора с Аней ты была уверена, что выбросить разрешение на работу в парке можно через маму Полной решимости ты поехала домой Мам, мне нужно с тобой поговорить Помоги мне договориться с папой Папа предлагает тебе отличный вариант с работой у него в фирме Зачем тебе этот парк? В парке работает Витя Сейчас мы очень редко видимся Я надеялась, что устроюсь туда и хотя бы летом смогу видеть его чаще Тем более мы поступили в разные университеты Потом встречаться будем еще реже Ох уж эти влюбленные Я поговорю с папой Но обещать я тебе ничего не могу Мама пошла поговорить с папой А ты отправилась к себе в комнату Через 10 минут к тебе в комнату вошла мама Милая, я поговорила с папой Он согласен на работу в Смайлэнде, но... Ура! Ты чудо, мам! Послушай В комнату зашел еще и папа Так, нам нужно кое-что обсудить Пап, спасибо, что ты мне все-таки разрешил При соблюдении нескольких условий Да, в такой ситуации только и остается, что... Выслушать Хорошо, что за условия? Я не должен беспокоиться из-за ерунды Поэтому никаких ночных смен В 10 вечера всегда буду дома И никаких жалоб с работы Никто на меня не пожалуется И ты должна знать, что я не поддерживаю твое решение Тогда почему ты согласился? Твоя мать уговорила меня Но я считаю, что такая должность ниже Плинтуса Папа ко мне несправедлив Пожалуй, скажу Я буду работать над собой Как? Выбирая плохую работу? Разве плохо, что я хочу сама зарабатывать деньги и не зависеть от вас? Ты могла бы прийти работать ко мне? Мне хочется быть самостоятельной и принимать решения без помощи родителей Ты неправильно расставляешь приоритеты Что ты хочешь этим сказать? Возьмем твою одноклассницу Алину При чем тут она? Посмотри, какая она молодец Отличница, спортсменка Может, хватит сравнивать меня с другими? Она бы точно не стала тратить время на какой-то парк Но она тоже работает там Не хочу слышать никаких возражений Считай, что это была последняя уступка тебе Мама и папа вышли из комнаты И ты осталась наедине со своими мыслями Да, разговор был трудный Папа разозлился, но сейчас это не важно Главное, что завтра я буду работать в парке рядом с Витей Вдруг завибрировал телефон Как прошел разговор с родителями? Не поверишь, они согласились Ты добилась этого шантажом или угрозами? Ни тем, ни другим И они просто так сдались? Нет, конечно, выдали ряд условий Хорошо, что вполне выполнимых Отлично Тогда жду тебя завтра Ты решила позвонить Вите и обрадовать его Трубку долго никто не брал Алло? Алина, ты с Витей? Почему у тебя его телефон? Мы на работе Его позвал Владимир Чтобы дать какие-то поручения Ты что-то хотела? Да, мне нужно с ним поговорить Я передам ему, что ты звонила Когда мы закончим, он тебе перезвонит Что же ответить на такое щедрое предложение? Я сама перезвоню Думаю, придется долго ждать Мы очень заняты Ты слышишь, как Витя издалека спрашивает Алину, с кем она говорит? Он собирает у нее трубку Привет, Александра Почему Алина берет трубку вместо тебя? Я отошел и попросил ее ответить Странная ситуация Может, он мне что-то недоговаривает? На этот раз поверить, Витя Долго вы собираетесь быть вместе? Время позднее Сейчас закончим работу и по домам Ты из-за чего-то расстроена? Нет, все хорошо Позвони мне, когда освободишься Обязательно Пока Действительно, почему я так завелась? Разве Алина может ему понравиться? Все может быть Ведь твоя подруга Аня Рассказала тебе, что он сам хотел быть с Алиной Прошло несколько часов Витя так и не перезвонил Вдруг они на самом деле были не на работе Стоп А если они сейчас у Вити дома? Нужно срочно ехать к нему Есть только одна проблема Уже наступила ночь, а у меня комендантский час Надо как-то выбраться из дома, чтобы этого не заметил папа Черт, мама спит на диване И что мне теперь делать? Кто здесь? Милая, это ты? Да, мама, почему ты спишь в гостиной? Кажется, я заснула перед телевизором Ты куда-то собралась? Снова неловкий разговор с мамой Попробую рассказать правду Мне нужно поговорить с Витей До утра это не может подождать? Нет, мама, не может Папа разозлится, если тебя застукает Не застукает Мама, отпусти меня, ну пожалуйста Ой, ладно, иди Только не ной Мам, ты лучшая Естественно Только отцу на глаза не попадись Ты вышла из дома и вызвала такси Оно приехало быстро и уже через 15 минут ты была у Вити дома Зачем ты приехала? Я хотела поговорить с тобой о том, что случилось сегодня вечером Почему Алина взяла трубку? Как твой телефон вообще оказался у нее в руках? Ты пришла продолжить ссору? Я просто хотела Я не стану разговаривать с тобой в таком тоне Успокойся Хорошо Тебе не нужно беспокоиться Я просто попросил ее ответить на телефонный звонок, пока был занят работой Но ты тоже должен меня понять Я была в шоке, когда услышала ее голос Понимаю, это не повторится Подобных просьб больше не будет Я даже представить не мог, чем это обернется Ты думаешь только о себе Неправда О тебе я думаю гораздо больше Знаешь, ты постоянно у меня в голове Всякие фантазии Какие фантазии? Виктор подошел к тебе ближе и взял за руку Лучше не рассказывать, а показывать Ага, я получила постер Здорово Посмотреть все постеры можно в разделе галерея на главном экране Виктор медленно целует тебя в губы Твое сердце бешено забилось Он медленно опускается и нежно целует тебя в шею Тебя будто поражает волной тока Ты начинаешь целовать его в ответ страстно и неистово Твое тело покрывается мурашками Покусывая мочку его ухо, ты прошептала Витя Я не знаю, стоит ли это продолжать Я вообще не уверена, что он верен мне У меня появились некие сомнения насчет его и Алины Ладно, мне очень интересна эта сцена, я хочу ее увидеть Не ограничивай свои фантазии Как стучит твое сердце Как может быть иначе, если ты рядом? Мне казалось, этого никогда не произойдет Виктор целует тебя в плечо Мне продолжать? Да Витя толкает тебя на кровать Только ничего не порви Ничего не могу обещать Виктор быстро снимает с тебя всю одежду Ты же обещал мне показать что-то из своих фантазий Витя целует тебя в шею Ты буквально таешь от его поцелуев и начинаешь стягивать с него рубашку Ух ты, как быстро Я только начала Рубашка и брюки летят на пол Я могу позволить себе все? Я никому не позволяла так много, как тебе Виктор покрывает все твое тело поцелуями Ты чувствуешь его приятный запах Не спеши Мне остановиться? Нет, ни в коем случае Ты подавляешь смех, когда он губами спускается по твоему телу Ты чувствуешь его нежные прикосновения Поцелуи, теплое дыхание на своей коже Каждый поцелуй, как удар тока Теперь моя очередь Ты схватила Виктора за плечи и притянула к себе Ваши губы слились в страстном поцелуе Ты такая нежная и милая Тебе же это нравится? Ты игриво кусаешь Витю за губу Рывком меняешь положение и оказываешься сверху Как тебе такое? Ты замечаешь, что Виктор еле сдерживает стон Я хочу тебя Ты прикусываешь губу и замираешь, предвкушая минуты длительного удовольствия Тогда чего же ты ждешь? Ты чувствуешь, как дрожит его тело и растворяешься в страстных объятиях Ты слышишь прерывистое быстрое дыхание и перестаешь сдерживать стон Позже вы лежите на кровати, твоя голова на его плече, ноги сплетены под одеялом Это было прекрасно Да, очень Александра Что? Я люблю тебя Ты замираешь от неожиданности, секунду думаешь, что ответить Какие могут быть сомнения? Я тоже тебя люблю Виктор обнимает тебя, случайно твой взгляд падает на часы Вот черт, мне пора домой Зачем? Родители не знают, что я ушла из дома Если хочешь, можешь остаться Я бы с удовольствием, но мне правда нужно идти Знаешь, мне кажется, нет ничего романтичнее этого момента Ты и правда показала мне нечто фантастическое Ты сегодня ослепительно выглядела в том платье Ты ехала в такси и думала о Вите Твои мысли прервал телефонный звонок Алло Ты тоже была у Вити? Что? Ну да Ты мои сережки не видела? Что? Сережки золотые с красными камнями Я забыла их на тумбочке у Вити в комнате Ты была у него дома? Ну вот и все Первая глава закончилась Все-таки мои сомнения были оправданы Хотя возможно Алина врет Может быть она действительно была у него дома Но сама она просилась там или еще что-нибудь И специально могла оставить у него серьги Всякое возможно Я не знаю доверять Вите или нет Но ребят, на этом заканчивается первая глава Никакой мистики в ней пока не было Кроме истории о пропавших детях На сегодня у меня все Большое вам спасибо за просмотр Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии И всем пока!